Уважаемые господа, дорогие друзья! Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса даты Дня Победы и кануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчерпаемое бедствие всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части мирное население. По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах. К сожалению, сегодня ситуация в мире далека от спокойной. Борьбу за геополитическое влияние передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия. Мы не можем это игнорировать точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более двух с половиной тысяч делегатов. Это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом Народная Веча показала также запрос общества, по крайней мере части нашего общества, на определенные перемены, в том числе общественно-политической жизни. Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран.